Здравствуйте! Как я могу к вам обращаться, такой красивой девушке? Вера. Очень приятно, меня зовут Анетта, я психолог и в рамках этого проекта, конечно, очень стараюсь быть полезным тем девушкам, которые приходят и стараются изменить свою жизнь вместе с журналом «Стархит». Расскажите чуть-чуть, почему решили прийти в проект? Вся проблема в том, что у меня очень низкая самооценка и неуверенность в себе. В результате чего получается, что в моей жизни появляются мужчины, которые немножко ниже меня. В плане социальной статуса это не только деньги подразумевает, а вообще подразумевает и мировоззрение, и взгляд на жизнь. В некоторых моментах в своей жизни тоже немножко неуверенность идет, вот это какая-то боязнь, ну и опять же опять вот выплывается низкая самооценка. Я вроде как бы пытаюсь как-то себе ее повысить, но с очередным мужчиной у меня самооценка все как-то так ниже и ниже. То есть какой-то негативный опыт с мужчинами? Что происходит? На каком этапе происходит что-то не то? То есть, допустим, общаемся, есть интерес, общение-общение-общение, потом как бы мужчины плавно куда-то уходят, не объясняя почему и как. Какой бы мужчина вам бы рядом хотелось бы, чтобы был? Ну, скажем так, на которого можно было бы положиться. Ну, опереться. Да, да. И сам еще как бы для меня это очень важно, чтобы человек был воспитанный. А вот это сразу было понятно, то, что вы сказали, что самое главное не материальный вопрос, а вообще социальный статус. То есть я так понимаю, что как только вы сталкиваетесь с низким уровнем культуры, у вас как бы идет некий разрыв. Я вот не могу вот это вот прям принять. Принять не могу. Не могу. Поняла. А когда встречается мужчина с нормальным уровнем культуры, что с вами происходит? Вы начинаете его бояться, стесняться? Как бы немножко теряюсь. Застенчивость проявляется. В вашем образе есть очень много правильности. Вот как вы себя ведете очень правильно и к вам не придраться. Вот в вашем образе тоже вот так все правильно, не придраться. Но при этом чего-то не хватает. И вот это того, чего не хватает, это как мне кажется, я тоже могу ошибаться, это вот эта открытость какая-то и какая-то, может быть, даже легкая провокация, чуть-чуть маленькая такая, какой-то такой компонент сексуальности, компонент какой-то раскрепощенности. Потому что вот послушная, хорошая такая вот, честная, добрая, это все хорошо, это просто необходимо, но вот какой-то игривость интриги, что ли, вот добавить. Вот эта интрига, она здесь нужна, потому что вот прямо вот, когда очень хорошо, тоже нехорошо, скучно. У них сразу ощущение скучности. Поэтому мне кажется, что некая интрига, это вот такая, и, конечно, в первую очередь это стилист. В первую очередь это работа со стилистом, ее предать, но вы внутренне должны с этим согласиться, что вы устали быть хорошей девочкой. Вы устали, вы до 31 года были хорошей девочкой, вы все эти репертуар освоили великолепно, вы очень хорошая, просто прекрасная, примерная девочка. Но тогда вам будут хулиганы попадаться. Тогда вы определитесь, если вы хотите хулигана, тогда согласитесь с этим. Если вы не согласны с хулиганом, тогда добавьте себе такой какой-то игривости, чтобы мужчина вас почувствовал, что вы такая многомерная. Потому что мужчинам интересно где-то, чтобы женщина была чуть-чуть роковой, чуть-чуть провокативной, чуть-чуть амазонкой. И мне кажется, что это тоже такие новые способы взаимодействия. Но по поводу отношений с мужчинами, это, конечно, достаточно такой большой вопрос. И значительный вопрос. Если вы будете чувствовать себя сами уверенно, если вы почувствуете, что вы привлекательна, что вы такая женщина с некой интригой, вы почувствуете, что вы уже не та правильная школьница, то вы перестанете так стараться нравиться им стопроцентно и просто выполнять на пятерке эти взаимоотношения. Как только вы перестанете стараться к пятеркам в этих взаимоотношениях, вдруг окажется, что вообще-то все в вас нуждаются. Идеалов никто не любит. Наоборот, нам нравятся люди, рядом с которыми у нас повышается самооценка. А от чего мужчина может повысить самооценка? От того, что женщина в нем нуждается, женщина им восхищается, женщина в нем заинтересована. Но самое интересное, если все это демонстрируем, у него тоже станет скучно. Поэтому с одной стороны это одни требования, а с другой стороны у женщины всегда должно быть личное пространство, у женщины всегда должны быть где-то на горизонте поклонники, и женщина всегда должна быть готовой быть сама с собой. Не одинокой, а быть сама с собой. Тогда мужчина тревожится, что все это хорошее, что он получает в отношении с ней, может быть утрачено. Я вам очень рекомендую сейчас начать новую историю по поводу знакомства. Мне кажется, что после того, как вы в интернете, сейчас разместится вся эта история, после того, как... Я бы даже вам советовала потом ссылку на этот ролик сделать. Потому что когда психолог честно говорит, что мы очень хорошая девушка, это хорошо. Вот, ну так, по сути, я как бы очень рекомендую на сайтах знакомств сделать себе профиль, на сайтах социальных сетей сделать себе профиль, и не разочаровываясь, попробовать там, вокруг своего профиля, создать некое действо. То есть каждый человек – это performance, то есть это представление. И вот постараться сделать из своего профиля такое красивое пространство. И там обязательно через некоторое время, может быть, на это идет 3 месяца, может быть, 5 месяцев, не так быстро это все делается. Там есть определенные правила, как все это делать, да, какие фотографии размечать, какой ракурс фотографий, какие фотоальбомы, какие ники, статусы. Там очень много информации для того, чтобы вы это все как бы освоили предметно. Я вам дарю свою книгу, я затем целую книгу написала. И вот прямо следуя от главы к главе вы создаете этот профиль, и где-то не сразу, то есть будет много всякого хлама вам писать, это все понятно, но в какой-то момент вы почувствуете. Почему социальная сеть? Да потому что там тоже есть интрига. Вы там можете себя показывать, как говорится, с разных сторон, но не 860 фотографий, потому что мужчинам стараются скучно. Не больше 7, 8, 9 личных фотографий, и можно фотоальбомы, там по 5, по 6 фотографий в каждом фотоальбоме. Так вот, я так думаю, что через некоторое время вы почувствуете, что вот это то, что вам нужно, то есть вы будете встретить, вам будет много писать, но вы выберете тех, с кем у вас будет сразу какое-то духовное, эмоциональное общение. А по переписке вы сразу видите уровень общения, орфография, синтаксис, слова, которые... То есть вы сразу это почувствуете. А почему не сайт знакомств? Потому что на сайте знакомств нет интриги. Ты когда там размещаешься, то фактически это вот такая мишень. У меня все в жизни плохо. И мужчина считает такую женщину легкой добычей. Потому что там все приходят с какой целью? Знакомиться. Ага, значит, в жизни в реале у тебя не получается. Значит, ты не так востребована, как хотелось бы. А социальная сеть хитрый ход. Потому что все для того же, все с теми же мотивами и целями, только кто мне что может предъявить. Ведь я там просто для того, чтобы общаться с друзьями. Да. Поняла? Угу. Всем вам хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok